В интересные исторические времена мы живем, когда политическая перемена вызывает то бурю, что штиль в климате жизни нашего государства, нашей страны, нашего человеческого сообщества. Что интересно, у нас в теории маршизма-ленинизма, Ленин писал труды, что делаем шаг вперед, два шага назад. И вы помните, когда гражданская война, когда мы оставали целые территории западным странам, и потом своей борьбой, войной мы возвращали эти территории и своих граждан, и свои территории. Тоже мы с этим столкнулись уже в 1985 году, когда пришел Михаил Сергеевич Корбачев. И тогда гласность эта, будь она неладная, рынок. Все стали мечтать о том, что нам надо завоевывать мировой рынок, надо делать экономическую реформу, рыночную экономику. Далой Госплан, далой краснокоричневых директоров. Стали создавать международные такие компании, которые типа Березовского, Абрамовича, Ходорковского. Когда Березовский, ВАЗовские автомобили тащил за рубеж и на свой счет выручку клал. Также потом он выручку аэрофлота, международные линии, которые обслугивали. И тоже не возвращал эти деньги, доходы Советский Союз в Россию. Тем же, собственно, промышляли. И, видимо, уже дошло до того, что мы свои предприятия, крупные сырьевые, промышленные предприятия и свою индустрию национальную отдали западникам за всякие надуманные взятки, за то, что они как будто будут кормить наши трудовые ресурсы. Я имею в виду персонал. Но столкнулась с тем, что мы мало приобрели, мы потеряли территорий. То у нас была в Советский Союз одна пограничная служба, одна была милиция, тамошка. Теперь мы создали 14 самостоятельных государств, суверенитета. В 3-4 раза увеличились у нас службы тамошки, пограничные службы, силовиков, я имею в виду полиции теперь уже. Создалась своя служба в СИИН. И таким образом у каждого ведомства свой огород, терпует свои доходы. Еще осталось того, что теперь в такой же времена проживаем, когда теперь уже злые языки несут то, что и Россия стоит на пороге этого развала и создания еще самых автономных республик, входящих в других республик в Россию. Тоже получить, достать свой суверенитет и тоже огородить свой забор, границу, тамошку, милицию свою. И будет внешнеэкономической деятельностью заниматься, продавать ресурс какой-то, свой или там чего. Я имею в виду то, что вот создали у нас создалась миграционная служба, и мы ее то отделяли, то опять вливали ее в милицию. И таким образом я помню в 90-х годах, если паспорт стоил 700 рублей, это когда получили граждане других стран, или которые вышли я, от нас, Советского Союза, получить гражданство России. Теперь она вышла уже отсюда до полмиллиона, и силовики, я имею в виду милиция, штампуют в миграционную службу эти паспорта. И мне удивляет то, что создали много границ, и теперь у нас, я как-то ехал на юг, ездит со мной таджик. У него пять паспортов, и украинский, и грузинский, и российский, и таджистский, еще какой-то. И он мотается везде, как цыгане, переходит, кто его не останавливает, как цыгане ползают через любые границы. Зачем он ездит, с чем это ездит, другой вопрос. Люди, значит, живут в Нижнем Новгороде, в Туле, в Москве есть свои льготы, в которых живут здесь граждане. За 20 тысяч прописываются здесь, регистрируются, а там живут. И в Москве Собянин вынужден давать льготы, это и социальные льготы, это санаторные, разные все бесплатные, поездки транспортные. И пользуются люди за 20 тысяч, которые временно прописываются, когда надо путевочку получить или еще какую-то льготу. И вот таким образом используют вот эти всякие лазейки. То есть фактически у нас нет так называемого государства, которое бы соблюдало эти интересы. И вот теперь же мы столкнулись с тем, что мало того, что отнимаются территории, бегают бедные, напуганные граждане, которые не знают, где, куда примкнуть, к какому государству. Вот убежало у украинца там 7 миллионов, у нас около миллиона сбежало. Теперь в обратку бегут, и какая-то суматоха идет, нет ясности, что за государство, какие у нее планы, какие переходы. Теперь в Думе сейчас озаботен тем, что предприятия, брошенные иностранцами, которые были у них в собственности, было передано им. Это сотни-сотни крупнейших предприятий. Теперь не знают, что с ними делать, то ли приватизировать, то ли национализировать. Кому национализировать, государству, или потом приватизацию сделать, отдать нашим гражданам. И вот такие предприятия в висящем положении, где-то около 700, 700 крупнейших тысяч предприятий, которые находятся незагружены. Люди безработные, я говорю, там, автомобильное производство, там, теперь, значит, поставщики, смежники стоят. Теперь самолетостроение, и у нас один там министр, сейчас вице-премьер Денис Мантуров, хлопочет там один. Это пустой номер, понимаете? Отсюда мы теряем свои возможности, я имею в виду мощности, это по наведению порядка, если мы на территориях, которые вошли к нам, новые территории. И таким образом, кругом проблемы, которые мы преодолеть не можем, это все той суматохи, которую нам навязали в пересрочные годы. Помните, говорили вы, гласность, гласность, сколько газет, сколько журналов. Теперь никаких газет их не требуется, никто газеты не читает, журналы никто не читает, все лезут в интернет. Интернет заполнен всякой бякой, где националисты несут всякую пургу, и других информации нет. У нас молодежь и взрослые люди, кроме оттуда, и потом приходят в общественные места или на работу, обсуждают с подачи наших сегодняшних противников наши общие дела. Кошмар какой-то. Я чувствую, что как госаппарат, как управленческий аппарат, он не мощь, не работает. Он не знает, за какой взять рычаг, ключ, чтобы решить те злободневные проблемы, которые возникают, прям захлестывают в наше население, в наше государство. Поэтому я к чему говорю. Надо всегда, для того, чтобы политик занимался нормальным делом, надо всегда смотреть на перспективу работы. То есть должна быть концепция, идеология. Что в течение 30-50 лет мы должны получить. Эти планы должны трансформироваться в ежегодном своих планах, чтобы народ знал, что им первично, что вторично, что надо социалку поднимать, что надо наращивать производственные мощности, производительные силы, научно-технический прогресс. Вот особенно мы вообщем вопрос экологии. Мы много раз этот вопрос поднимали. На днях, буквально закончился, на той неделе, это где-то, я вам скажу, в конце этого месяца, в мае, проходил всемирный форум экологического организатора ООН, Организация Объединенных Наций, где представлены были все государства, все на ООН. И выступали о том, чтобы спасать нашу планету, которая находится в критическом положении. Имея в виду не только загрязненность воздуха, земли, а главное, наши огромные водяные пространства, это океаны, моря, которые ученые бьют тревогу, и государственные деятели бьют тревогу, которые ставят тревожные вопросы о том, что станет дефицит воды, которую мы потребляем. Океан производитель пресной воды, потому что, хотя она соленая вода, но испаряется вода, которая потом превращается в реки, и которые опять идут в грязные реки, тащатся в океан. И морская вода, океанская вода закисляется. Это уже флоры, фауна вся будет погибать. И у человечества не будет ни воды, ни флоры, ни питания, ничего. Нам надо принимать меры, так как свои. Мы уже много роликов посвятили тому, что у нас обертка или упаковка, которая промышленность наша, пищевая, бытовая, злоупотребляет в своем положении. Чувствуется, что не регулируется государством, главное прибыль, прибыль монетизация. И если мы увлеклись монетизацией этой, и портим продукт качественно, заворачиваем его в разную обертку, салфаны еще, в пакетах жестких. И таким образом продукт порчен, и дороговизна, и после этого копим мусор, и население берем по 800-600 рублей за мусор, который неупотребляемый, и является по весу больше, чем в 2-3 раза, чем сам продукт, который был употреблен. Будь это конфеты, будь это сыр, масло, мясные продукты, и все в обертку, 100 грамм, 200 грамм, 300, все в обертку, и потом многослойную. И таким образом мы не только являемся пустым, неэкономичным государством, мы уже говорили о том, что у нас безработица составляет 3,6%, то есть все заняты, в видимости, работы. Но фактически пустой работой занимаемся, которая не кормит, не создает прибыльную экономику, а просто одни затраты. Понимаете, а бюджет у нас нищенский, 250-300 миллиардов долларов, это копейки, и долгов, куча. Поэтому я к чему говорю, что надо избавляться, и мы придали хорошее предложение в Думе, и мы публиковали о том, что партия Единая Россия записать программу по борьбе с этим мусором, с этой упаковкой, с этим мусором, придуманным, чтобы сдирать за этот мусор деньги. И далее Единая Россия в свою программу записала. Мало того, мы написали письмо Иванову к Сергею Борисовичу, который отвечает туда в стране, на высшем уровне, за экологию, где этот вопрос поставили. 5 лет, 3 года прошло, 3 года прошло, даже 5 лет уже прошло, и Иванов не может решить ни с ОМИНом, ни с Министерством, ни с Ведомством, чтобы ограничить производство этой ненужной упаковки, надуманной упаковки. Сэкономить средства, как самой упаковки, побольше дают продукты, качественные продукты сэкономить. Так вот, он не мог добиться положительного результата. Что у нас с ОМИНом? Отбрековались просто от этого Иванова. И Иванов в том году взял Владимира Владимировича, президента нашей страны, Путина, чтобы решить эту проблему. Ну, Путин поддержал, не знаю в дальнейшем. Я думаю, опять саботаж будет промышленности, и они ни разу не выполняют указания или указы, решения президента. Полный саботаж. Вот поэтому я лично одному вопросу. И мы также по многим вопросам поднимали, не только по экологии. Вот. Вопросы, которые на нужном уровне не решаются. Как экономические вопросы, как правовые вопросы, как беспредельщина, я имею в виду, силовиков, которые торгуют всем может. Рыбу таскают за рубеж, вот, допустим, в Японии. Каждому школьнику 50 граммов крабового мяса. Это считается очень полезным. Мы крабов туда везем, а своим ментаем, корпем, а своих школьников. Но это наша рыба, наши суда, морские суда и океанские. У нас был большой флот, огромнейший флот. И я помню, кавказцы брали факсы, и вот на Оленинских горах гостиница продавали эти суда морские и океанские за 10 миллионов долларов. Вот. И все такие сбагрили. Понимаете, теперь мы опять строим суда и вывозим отсюда рыбу красную, вот, допустим, дефицитную рыбу хорошую, крабу, раки всякие. И для наших граждан это недоступно. И как физически недоступно, ее мало на рынке, так и по цене она неподъемна. И вот это, вся вот это кривое зеркало нашей экономики. Заседание этого крупного международного форума, где прозвучали эти тревоги у крупных ученых государственных деятелей. И нашего академика, героя Советского Союза, героя соц.руда Советского Союза. И Михаил Чехович Далиханов, он председатель комиссии экологической в ООН от нашего государства. И он в своих тревогах тоже много ставит вопросов, у него много, я его много лет знаю, он был у нас председателем комитета в Государственной Думе, был министром природных ресурсов, экологии в Советском Союзе России. Вот, поэтому человек очень авторитетный. Я бы вообще хотел на этот счет поговорить по нашим кадрам России и Советской. Поэтому я хочу сказать, форум отразил всю тревогу, не только на глобальном уровне, что происходит с планетой, что у нас пожары, наводнения стихийные. И наши уже структуры, которые обязаны справляться с этими проблемами, не справляются. Вы видите, что за прошлом году сгорело, мы уже об этом делали ролик, 13 миллионов гектаров лучшего леса, я имею в виду, хвойного, кедрового. И пропало 19 миллиардов, триллионов, прошу прощения. Триллионов рублей, это наш, фактически, чуть не наш современный бюджет. Понимаете, пропало. Растащили его, и мы уже, Валентина Ивановна Мачуенко на форуме заявила, что лесное хозяйство у нас является криминальным. Мы сами первые сказали об этом, о том, что поджигают специально лесорубы, которые пылают, потом дерево сгорает, и оно не полностью сгорает, только листва и ветки. А потом уже деваться некуда, она должна сидеть двух-трех лет, сгнить это дерево. Поэтому все разрешено, берите только, заберите бесплатно все. Ну и вот. Преимущество нашей страны и с точки зрения экологии, и с позиции индустриального развития. Вопрос в том, насколько рачительно мы распоряжаемся этим ресурсом. Для справки напомню, запасы древесины в России составляют 82 миллиарда кубометров. Фактически, объёмы заготовки у нашей страны существенно ниже расчётной лесосеки. А вклад лесного комплекса в ВВП России составляет на относительно небольшую величину, около 1%. Очевидно, что при современном подходе отрасль имеет резервы, хороший потенциал для долгосрочного роста. Вместе с тем, в прошлом году отечественные лесопромышленники столкнулись с серьёзными вызовами. Запрет на вывоз круглого леса, хвойных и ценных лиственных пород действует с 1 января 2022 года. Федеральная таможенная служба надёжно обеспечивает контроль за исполнением данного решения. Докладывая, что ни один кубометр такой древесины не был экспортирован из страны. За исключением согласованных объёмов для стран ЕАЭС. С июня 2021 года были приняты решения о введении экспортных таможенных пошлин на грубо обработанные пиломатериалы. В этом году продлили действия таких пошлин ещё на три года. До недавнего времени никто не контролировал движение древесины от делянки до производства и вывоза её за пределы страны. Эту проблему мы решаем через цифровизацию отрасли. На первом этапе модернизировали отраслевую информационную систему ЛесЕГАИС. На втором, к 2025 году, будет создана новая информационная система лесного комплекса. И сформирован единый цифровой лесной реестр. Я действительно хочу подтвердить, что вопрос экспорта для компании лесопромышленного комплекса является ключевым. Потому что практически половина, то есть 48% производимой продукции в этой отрасли вывозится на экспорт. В Якутии начался пожароопасный сезон. Пожары происходят по вине охотников, в связи с чем первый зампред правительства Дмитрий Садовников обратился к главам муниципалитетов. Также есть у нас пожары на территории иных категорий, ландшафтные пожары. И сегодня более всего этих пожаров имеется, к сожалению, городской округ, город Якутийск. То же самое мы сегодня еще раз призвали глав к ответственности, чтобы с населением еще раз провели рейды, чтобы ловили людей за руку и привлекали к ответственности. Все эти криминалы вывозят, все тамошки переполнены лесом, и для того, чтобы обойти указ Путина, который запретил вывозить с этого года кругляк. Ну, они пилят его 6-метровки, 10-метровки ствол, кругляк этот. И в контейнеры пишут древесина, чтобы тамошка не придиралась. И фактически наш лес на 13 миллионов гитар вывозится не государству, любой, кто хочет сейчас, муниципалы, губернаторы, и вокруг них вся эта свора, которая криминализируется, тащит наши богатства национальные. И тут уже не тамошка вся завязана на этих делах, пограничники, и также с рыбным хозяйством. И вот эта экология поставила тревогу, как перед человечеством идет загрязнение среды, обитания человека и всего мира, флоры, фауны. И предложила меры. И одна наша гордость, вот Михаил Тикаевич, который очень тревожил, и он нам подарил крупные свои творения последние, вот, и наш руководитель Андрей Тюняев публиковал эти фрагменты. Форум вышел на высоком международном уровне, прозвучало много, вы можете открыть интернет и протоколы этого совещания, и познать, в каком бедственном положении находится не только человечество, но и наша страна. Вот в связи с такой, я имею ввиду, ущербной экономикой, экономики раздутые, гипертрофированные вот эти органы, государственные органы, которые должны следить за порядком. Я имею ввиду экономическим, это соблюдение экономических законов, правовых законов. Ну, кругом идет ваханалия, кто это заинтересован в этой рыночной стихии, которую я в свое время назвал рыночным чудовищем. Ну, сейчас, правда, уже государство вынуждено мобилизовывать ресурсы развития, человеческие, материальные, экономические ресурсы, финансовые ресурсы, вот, чтобы справиться с проблемой. Вот отсюда и возникают те условия, куда государство пойдет, куда оно коврыхнет. Поэтому не хочется слушать всяких злопыхательств, хочется надеяться на наши здравомыслия, наше государство, которое, я думаю, способно решить эти возникшие проблемы. В этом связи мне хотелось бы сказать, вот мы, когда говорили о 13 миллионов гектаров, сгоревших, о которых мы потеряли 19 триллионов рублей, то, конечно, огромные площади сгоревшие леса, это, конечно, у нас было Сибирь и Север, это Якутия, это Иркутск, это Красноярский край, Тюмени, это уже пожары сегодняшнего дня, и наша служба МТС не справляется с этим. Я знаю одно, что меры безопасности есть такие, надо пропалывать просеки в лесах, это раз, спахивать траву, вот, спахивать траву, и тогда никаких трава гореть не будет, и не будет перемещаться пожар с одного и просеки на другого. Есть меры дальше чистить лес, чтобы валежника не было, вовремя убирать. И раньше, в советское время, да, техники не было такой, и исправлялись, и не было таких больших пожаров, как вот в Якутске, вот, и в Иркутской области, в Красноярском крае. Поэтому на такой площади сгореть лесу, такому богатству, я не знаю, где были наши государственные чиновники, куда они смотрели и потворствовали этому. Это надо, конечно, расследование провести, вот, расследование провести, как это могло случая быть, в Якутске, в Иркутске, в Красноярском крае. Ну, правда, везде уже сменились руководства, только Якутске не сменилось, а в Иркутске сменилось, в Красноярском крае сменилось руководство. Я думаю, что начнется порядок там наводить. А вот в Якутске я не знаю, потому что там постоянно вызывают револю эти пожары. Поэтому надо решать вопросы. Но опять, это у нас все ждут, инициативы или, как говорится, президент, когда своим перцем скажет, решайте проблему. Хотя мы уже показали, что даже по обертке он подписал, но пока решения такого глобального нет. Я имею в виду не глобальному, я имею в виду всероссийскому, на федеральному. Поэтому надо принимать меры. Ну, у нас, видимо, не этим занято сейчас руководство страны, наведение мостов по связи с зарубежными странами, солидарность найти поддержки нашей, других стран. И, видимо, этим озаботим. Ну, не знаю, но то, что внутренние проблемы захлестывают нас, это да. Спасибо.